Коммунистический привет всем товарищам! Сегодня я буду отвечать на вопросы моих зрителей. Мы поговорим о росте социалистической экономики, о положении Китая, о Троцком и Сталине, на основе их высказываний и мемуаров. А также, наверное, еще некоторые вопросы поговорим о 80-х годах, в начале 90-х экономике Советского Союза и все эти проблемы, которые есть. Ну что, начнем ответ вопросов, поехали. Это у нас Элегант Вампир, один из моих верных подписчиков, задал вопрос. Это у нас Элегант Вампир, который задал вопросы о экономике Советского Союза в процентах, в сравнении с предыдущими 5-летними планами. Мне вообще интересно, где эта тема связана с этой темой. Почему все-таки произошел вот этот застой в Советском Союзе? Почему вот 70-е годы идет, снижение по всем показателям. Почему вот этого все не реагировали, ну короче, по-другому забили. Забили вот прямо вот 70-е годы, может сказать, что вот эта вот вся экономика в Советском Союзе была как-то вот на самотек. А давай ответим, значит смотри. В экономике очень многие плавают и путают вещи, не разбираясь в ней. В экономике очень много таких теоретических вещей, которые звучат вроде подобно, но на самом деле очень отличимы. Например, бюджет семьи и бюджет государства. Вроде и то, и то бюджет. Но механики формирования бюджетов совершенно разные, потому что государство может деньги печатать, и оно организовывает план производства, у них есть все специалисты. У семьи, всех специалистов, чтобы покрыть нужды семьи, нету, да. И они сами себе печатать деньги не могут. Из этого происходит, что вот эти два бюджета работают по совершенно другим принципам. А казалось бы, да, бюджет семьи, бюджет страны, вроде бюджет и бюджет, да. А есть еще такие понятия, как, например, валовая прибыль или чистая прибыль. Типа, это как для многих синонимы звучат, да, или там чистый доход, вот тоже говорят, да. Что такое чистый доход, что такое валовая прибыль, всем кажется, что это одно и то же, это совершенно разные понятия. Вот, поэтому тут многие путают. Я буду использовать тот же график, который ты показал. Смотри, у нас среднегодовые темпы роста в процентах к предыдущей пятилетке. И это важный момент. Это у нас не показатель роста экономики в денежном эквиваленте и в конкретно, ну, в физическом эквиваленте. Сколько конкретных штук произведено. Я покажу, как это на примере, сейчас немного английского. So, okay, he shows the graphic of economic growth of Soviet Union, speed of economic growth in Soviet Union in percent. And we see that it is lowering down compared to previous five-year plans. And I explained that this is not showing the money value or the physical value of amount of produced goods. And if we see that, like, graphics, we will see that this increased. So, I will explain, this is math, and, well, I hope people understand some math. So, I will explain when in percent the percentage of economic growth looks like it's falling down. But actually, if we look at the physical values or in money counting, the production is really growing and faster than the previous years. So, in fact, look, let's say, let's take a look at this, let's say, 1 million советских. Like, 1 million советских рублей. And in a year you will produce some kind of product on 100 000. рублей вот у тебя ты первый год работаешь у тебя уже минуты получил 100 тысяч увеличение своей пусть будет чистой прибыли да и у тебя получилось миллион 100 рублей получается за год у тебя 10 процентов прироста а теперь посмотрим второй год второй год ты производишь все на те же 100 тысяч рублей вот и смотришь сколько у тебя получается миллион двести тысяч правильно правильно но этот самый но в процентах теперь плюс 100 тысяч это уже не плюс 10 процентов роста а плюс девять процентов роста потому что у тебя предыдущий год это уже ты начинал с позиции миллион сто понимаешь и у тебя один процент это теперь 110 тысяч они 100 тысяч и так у тебя мы получаемся что за за третий год берем у тебя уже миллион двести тысяч рублей да и ты производишь еще на 100 тысяч рублей получаешь чистый доход допустим давай-то у тебя уже получается миллион триста в кармане но вырос ты уже в третий год даже не на девять процентов а получается где-то там на семь с половиной восемь что-то типа того четко точно не почти то есть мы видим что у тебя тот же рост как как и есть в течение трех лет как было 100 тысяч так и ты прирастаешь по 100 тысяч но в процентном мы видим что у тебя было первые 10 процентов потом девять процентов а потом восемь процентов то есть у тебя в процентах как бы темп Просто замедляется, хотя, блин, денег же это становится значительно больше. А теперь смотри такую ситуацию, проходит 10 лет, у тебя 2 миллиона. И у тебя даже улучшилось, ты теперь не 100 тысяч в год получаешь, а 150 тысяч. И вот у тебя, мы считаем период с 2 миллионов, ты получаешь еще 150 тысяч. То есть у тебя становится за год 2 миллиона 150 тысяч, больше, больше. А сколько это в процентах? И мы видим, что если у тебя прибыль получается на 150 тысяч больше, от 2 миллионов ты на самом деле получил рост 7,5%. Итак, когда у тебя был 1 миллион, и ты получил 100 тысяч прибыли, то есть у тебя и меньше денег было, и меньше темп роста был, именно физически. У тебя был прирост 10%. А когда у тебя стало 2 миллиона, и ты уже получаешь по 150 тысяч, то у тебя получается прирост 7,5%. Меньше. Надеюсь, я объяснил, почему в процентах меньше. Чем больше мы уже производили продукции, чем больше товаров и услуг уже есть, тем получается меньше процент экономического роста, потому что производство не развивается настолько, чтобы у нас было, получается, там, в один год у нас, допустим, 10 тонн производится, следующие 20 тонн, следующие 30 тонн, и там 100 тонн за 5 лет увеличили производство. А теперь давай физическое то же самое просчитаем, только в начале я на английском скажу вот эту вещь. So, about the growth, I'm showing example of how the percentage growth lowers compared to real growth, in example of, you have 1 миллион dollars, and you receive, like, income 100 dollars per year. So, in first year, you receive 100,000 dollars, and that's the 10% gross, economical gross, in a year. The next year, you receive the same 100,000 dollars. But this time, because your previous amount of money now 1,100,000, that means that in percent, you actually grow on 9%. So, that shows that, like, when you had lesser money and grow on 100,000 dollars per year, you receive 10% gross. The same amount of money, but when you have larger amount of money, you receive now 9% of gross. So, this is, you see how we're dropping. Now, let's see the other situation. You have 2 million, so, like, 10 years passed, you have 2 million, and your amount of money that you have as income also increased. Now, you receive 150,000 dollars, and in percent, that's actually 7.5%. So, with 2 million dollars that you have, and income increased, like, in 50%, you have now 150,000 dollars. This is more than you had 10 years ago income. But in percent, you actually increased only in 7.5%. Instead, like, 10 years ago, you had increase of your income in 10%. I hope you understand that. Now, let's take a moment. We produce, say, 10,000 dollars in the first year, and in the next year we increase the production of the last year on another 1,000 dollars. We, say, 1,000 dollars for a year, that we have had 10,000 dollars, we 1,000 dollars for a year, and we have now 11,000 dollars. Now, we have now 11,000 dollars. We have already made 10,000 dollars for a year, этот самый, как его, 1%, вернее, это у нас не 1%, а 10%, то у нас получается на 1 тонну рост, это 0,9%. То есть у нас рост получается в процентах меньше. Теперь 2 тонны, и мы 1,5 тонны производим, и у нас получается рост 7,5% в год. То есть видим, да, и в физическом выражении тот же самый принцип. So, в физическом выражении, это же самый пример. So, вы получаете, например, 10 тонны продуктов, и вы получаете 1 тонну в год. То есть у вас, как на 2-м году, 11 тонны продуктов, и это 10% больше, чем вы получаете в прошлый год. И теперь вы получаете 1 тонну в следующий год. Но это 9% growth, потому что вы получаете, как вы получаете, не только 10 тонны, но и 11 тонны. И 10% от 11 тонны, это 1,1 тонны продуктов. И теперь вы получаете 2 тонны, 20 тонны продуктов, 10 лет назад. И вы получаете, не только 1 тонну в год, но и 1,5 тонны продуктов в год. So, this is more you are producing physical amount of goods than 10 years before. But in percent, your growth is 7,5%. Again, the same example. That actually, in the physical value, you produce more and you have more, but in the percentage growth, that's lower. I hope I will explain that. Надеюсь, объяснил тебе вот эту особенность экономики. Ну и стоит сказать, что еще 70-е годы были связаны с эпохой Брежнева. А Брежнев отличался тем, что он ничего не менял. То есть, вот оно как все было, так оно оставалось. Брежнев никого старался не смещать, никого не садить, ничего не менять, не изменять. Из-за этого, ну и образовался вот этот застой. Когда специалисты перестали особо там стараться работать, да, там как-то усилие какое-то прилагать, новые технологии внедрять. Зачем, если вот можно-то новую, там были проекты новых москвичей, новых лад, новых этих самых волг, вот все это. Но зачем их внедрять, если есть уже старый проект волги, и мы знаем, как его делать, ничего менять не надо, и мы его просто производим, производим и производим, ну 20 лет. Вот это брежневские времена и почему они назывались застоем. Потому что экономика росла по показателям, по количеству произведенных волг, там их больше становилось, но сама модель оставалась такой же. В течение, наверное, лет 20, да, вот как она сошла с конвейера, так она и производилась еще и в 80-х годах. В 85-м уже пошли новые модели, но они были модернизацией вот этой же волны, 24-й, которая. И получается, вот Брежнев, к сожалению, он, да, он не модернизировал экономику. И почему-то очень сильно критикуют Крущева, хотя основы проблем Советского Союза заложил именно Брежнев. Собственно, при Брежневе поместняли начальника КГБ, им стал Андропов, Андропов стал крышевать Горбачева. Что и стало потом причиной прихода перестройщиков к власти и развала Советского Союза. Сейчас я покажу интересный скан документа. Я же в архивах некоторое время копался, да. В общем, смотри. Министерство промышленности и средств связи СССР приказ о первоочередных мерах по переходу Белорусской СССР в 1990 году, это еще за год до, собственно, Беловежской пущи, на новые условия хозяйствования на основе самоуправления и самообеспечения, самофинансирования, что-то такое, да. При давая важное значение повышению эффективности управления экономикой, ла-ла-ла-ла-ла, Совет Министров СССР постановляет принять предложение Совета Министров РБ в Республике 1 июня 1990 года экспериментальной в отработке нового механизма территориального хозяйствования на основе самоуправления и самофинансирования. Вот экономические основы в 1990 году закладывались на государственном уровне перестройщиками для развала Советского Союза и для развела советской экономики. Самоокупаемость, самофинансирование, самоуправленность и, собственно, развал. Это делалось сознательно, это делалось документально. Вот тебе можешь смотреть, приказ, номер, все это. К сожалению, всех документов не смог, но многие самые интересные такие фоткал, когда был в архиве. Поэтому вот причины, на самом деле, современных проблем, начавшихся с 1990 годом. Горбачев был четко предателем. Он сознательно разваливал Советский Союз. И там есть много документов. Если будет интересно, мы подробнее об этом говорим. So, yeah, this document showed the order from the government of Советский Союз from 1990 to have the Belarusian Republic as self-controlled and work as a separate economy. And this is direct order that is governed by the traitors led by Gorbachev. And the Perestroika was actually the destruction of Советского Союза. That was done on purpose because of the revenge by Gorbachev and his fellows, good fellows, yeah, to avenge their relatives who was prosecuted during Stalin's period. И умысел Gorbachev очевиден, потому что большинство членов команды Перестройки и сам Gorbachev, у него родственники, там дедушка конкретно, попали под репрессии в сталинский период. И получается, причина вот такого действия и предательства со стороны Gorbachev — это личная месть. То есть, ну, ему не было смысла предавать и разваливать Советский Союз в связи с тем, что там денег больше получат или еще что-то, нет. Но вот мотив личной мести — это конкретно та причина, по которой перестройщики во главе с Gorbachev разваливали Советский Союз. Надеюсь, я объяснил, мне интересно, как ты это восприняешь информацию, какие твои мысли, вот, если сможешь, напиши. Значит, so, and, yeah, and the... Why Gorbachev betrayed Советскую Союз? Because that revenge for his grandfather, who was persecuted during Stirling period and sent to Siberia for working. He was alive, his everything okay, but he was sent to Siberia, so that was a bad conditions. Like that. So because of that revenge, Gorbachev decided to destroy Советскую Союз. Если будет интересно, пишите внизу в комментариях, можете пожертвования какие-то сбрасывать на то, что подготовил материал, и тогда выпущу по Горбачеву и конкретно доказательствам того, что он является предателем команды перестройщиков. Ну а мы продолжаем дальше. Давайте поговорим о Сталине и Троцком конфликте. Поблагодарить Троцкого за Октябрьскую революцию и за победу в гражданской войне. Это, конечно, его заслуги, его умом. Без него не было бы ни Октябрьской революции, ни победы в гражданской войне. Поэтому товарищу Троцкому безграничная благодарность за это. Однако, я считаю его теорию перманентной революции ошибочной. И в дальнейшем то, что он начал говорить о Сталине и писать, это, во-первых, ложь, а во-вторых, ну клевета, к сожалению. Вот. Я постараюсь объяснить эту позицию. So, about Троцкий, I want to say a few words. I am reading right now his, like, book about Stalin. And I already read a book on his life, signed by Троцкий. And many people think that, oh, if, like, Stalin did not overthrow the Троцкий, he would be the leader of the Soviet Union. And, like, that Stalin is so bad, because Троцкий is, like, his comrade and he spoke so bad things about him. So, I will speak about that based on his testimony in that book. And what I can say that I am deeply thankful for Trotsky, for his, like, for the October Revolution, because he is the main character who made that a reality. And his will and his character. And also, I am thankful to him for winning the civil war and the intervention of capitalist countries to Soviet Union. That's a great achievement, and I am always thankful to that. But, sorry, but I will say that he did not want to come to power, and he lied a lot about Stalin. And that would be more exact, like that. Because he led the Aussie in the night, of, собственно, revolution. And Leni, he, 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 he. He, 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 he,. And Trotsky отвечает, что, ой, знаешь, евреи не выберут, ой, ты знаешь, я то, я сё. Ну, то есть, он три порядка разных отмазки прямо говорил Ленину, и это сам Троцкий своей рукой написал, это не кто-то за него написал, это Троцкий написал, вот, что он спрыгнул, просто говоря, спрыгнул с того, чтобы быть главой Советского Союза. То есть, он отказался, Ленин ему предлагал, говорит, ну, ты самый главный, ты уважаемый, ты это сделал, давай. Вот, а Троцкий, не-не-не, да я еврей, да меня не примут, да не поймут всё это и всё это, то есть, Троцкий не хотел возглавлять Советский Союз. I'm speaking, the first evidence is, he's written by his own hand, memories after the day of Great October Revolution, when he was talking to Lenin, and Lenin told that, Троцкий, actually, you organized that revolution, so you will be a head leader of that new Soviet state that is emerging. So, are you accepting that? And, Троцкий says, oh, no, no, I don't want to accept, like, I will not accept that, because, you know, because I am Jew, and, like, everybody hates Jew, and, like, there was two additional reasons. So, he actually find excuses not to become in charge of the Soviet government, of the Soviet Union. So, this is the first time, actually, Троцкий declined opportunity to be the leader of the Soviet country. Поэтому, вот это был первый такой момент, когда, собственно, Троцкий отказался от управления государством. Следующий момент уже был связан с Сталином. Вот это рядом не Троцкий, просто похож человек, да? The second episode was concerned to Stalin. То есть, это уже было после смерти Ленина, вот, и тогда начали обсуждать, кто же выступит на заседании съезда партии, вот. И Сталин, Сталин говорил, это сам Троцкий записывает, что-то, Сталин предложил Троцкому выступить, вы второй человек в государстве после Ленина, самый популярный, вы выступаете все это. Это было, понимаете, это было, вот, Сталин говорит, бери власть. Ну, вот, вот оно. То есть, понимаете, это Сталин выступать, вы второй человек после Ленина, вперед идете. А Троцкий отказывается. То есть, Троцкий отказывается, он отказывался брать власть. И более того, когда уже Троцкого, ну, получается, стали отстранять от власти Сталин, да? Это спустя уже несколько лет было. Троцкий, когда его вывозили в ссылку в Алмату, он улыбался, он был радостный. Он в своей мемуаре вставляет эти самые воспоминания своей жены, которая говорит, что когда Троцкого забрали, вытащили из дома и в вагон садили, и он ехал в ссылку, Троцкий был рад, он был вдохновлен, он был воодушевлен и хорошо себя чувствовал. Всем рассказывал там хорошие, поднимал настроение и прочие вещи. Так себя ведет человек, который потерял всю и ссылку власти. Он два раза отказался от власти. Он был очень рад и весел. И в его мемуарах мы регулярно можем заметить, что он не получает удовольствие от власти. Ему это как тяготу, как сложность, как напряжение. Троцкий не хотел брать власть. Вот что на самом деле выходит из его мемуаров. Поэтому интересный такой момент. So, I'm speaking, another thing that was concerned to Троцкий, another his opportunity to take power, was after the death of Lenin, Stalin, on the meeting, proposed to him, like he is the second person after Lenin, that is popular in the Soviet Union. So, he needs to, like, proclaim the speech at the party convention. And Троцкий declined that and he proposed, like, everybody should do some part of the speech. So, Троцкий denied this, you know, like, ceremonial way to show that he now in charge of Soviet Union. So, he declined opportunity to become a leader when Lenin proposed him to be in charge. And he declined opportunity to be leader of Soviet Union when Stalin proposed him to be in charge. So, like, Троцкий, and after, like, few years after his decline with Stalin, when he was sent to Almaty, out from Moscow, he was happy. He shows in his book, My Life, the testimony of her, his wife, and his wife speaking in his own book, that he was happy, he was fun, he was, like, joking and giving everybody, like, good mood. So, this is the behavior and in his book, he also, time to time, mentions that actually he doesn't like power, that actually he feels, like, not pleasant to be in power. So, actually, Троцкий did not wanted power and he wanted excuse to be, like, relieved from that power. So, this what actually was happening and Trotsky would be never a leader of Soviet Union because he did not wanted that. В общем-то, получается, что, ну, вот, когда идешь в первоисточник, это очень отличается от того, что рассказывают третьи лица. И мы получаем ту ситуацию, что Троцкий отказывался от власти, он не получал от него удовольствия. И два момента было четких, которые сам Троцкий написал. То есть, это бы не приписка, что кто-то другой написал, кто-то другой рассказал все это. Это сам Троцкий в своих мемуарах записал. Он два раза отказывался от власти, когда Ленин предлагал и когда Сталин предлагал. Вот, и кроме того, он на Сталину, ой, это Сталин предлагает мне выступить с речью, это у него какие-то коварные игры, какие-то коварные манипуляции. То есть, Троцкий вот так вот писал. Ну, блин, предлагает, я не вижу здесь манипуляций, если вот, читай, ты второй человек в партии. Поэтому не вижу такой штуки. So, и, да, и Троцкий even spoke about Сталин, like Сталин, when proposed Троцкий to speak because he to go in charge on that party committee because he is second after Lenin, Троцкий talked, declined that proposal by Сталин and talked that actually Сталин was tricky, he's doing some tricky stuff. That's not tricky at all. Okay, so now we will speak about the book of Trotsky about the Stalin. Теперь поговорим о книге Троцкого о Сталин, вот, и что Троцкий пишет о Сталине. Троцкий вообще люто ненавидел Сталина, люто ненавидел. А, еще в книге Моя жизнь Троцкий несколько раз рассказывал о том, что Сталин на самом деле приходил к Троцкому, пытался с ним поговорить, пытался с ним найти у него какое-то понимание и поддержки, но Троцкий его отправлял. Ну, то есть, сам Троцкий говорит, я не хотел общаться со Сталином, то-то-то, ушел вот все это, я его выпроводил, но он сам ко мне несколько раз приходил. То есть, блин, чувак, тебе Ленин предлагает возглавить государство, теперь Сталин предлагает возглавить государство, ты отказываешься, отказываешься, ты весел, когда тебя в ссылку отправляют, к тебе Сталин сам приходил и предлагал общаться, ты его отказывал, отправлял, отправлял. Блин, я вижу, что Троцкий спровоцировал ту ситуацию, которая возникла, ну, четко, это мое личное мнение, вы уж почитайте, сложите свое мнение, да. So, yeah, I'm speaking that Stalin, a few, Trotsky mentions in his book that Stalin actually few times came to him and tried to talk, tried to build relations with Trotsky. This was when Lenin still was alive. And Trotsky actually sent him away and did not wanted to hear, so he was not interested at all. So, Trotsky actually provoked his rivalry with Stalin. And he declined two times opportunity to be directly in power. And one of that times was proposed directly by Stalin. And in next his book Stalin, he like lies about Stalin greatly. А во второй книге про Сталина он просто такой, такие бедра помоев на Сталина выливает, это просто не передать. Сталин не был ангелом, да, он был жестким человеком, жестким, время он существовал, и у него жизнь жесткая была. Вот, но давайте, Троцкий постоянно говорит, что Сталин дурак, Сталин глупец там какой-то все это. А теперь я расскажу, как Сталин убирал Троцкого. Ну вот, смотрите, когда Ленин умер и написали, собственно, новости о том, что Ленин умер, по указанию Сталина записали в этой же номере газеты негативные высказывания Троцкого о Ленине, которые он на самом деле говорил. Конечно, это вот кто так сможет сделать и вот так вот ударить по Троцкому? Ну вот, чтобы вот так продумать, что в момент смерти, ну вот когда там некролог печатает все это в этот момент, показать все негативные высказывания, сказанные Троцким о Ленине. Для этого нужен большой ум. Понимаете? Это далекое планирование. Кроме того, мы видим по другим действиям Сталина, что он действовал достаточно умно. Это умный человек. Он, конечно, не владел там немецким, английским языком, еще каким-то там французским, например, и по заграницам много не ездил. Но это было, он очень любил читать. И, собственно, в книге про Сталина Троцкий и пишет, что Сталин в духовной семинарии, там это фактически как казарма у них была, казарменное положение все это, и они очень много читали. Вот и Сталин много читал. Они там и начали читать и социалистические труды все это. И даже были такие моменты, когда, получается, они ставили свечки, то есть они делают вид, что спят. Эти проходят, кто там, воспитатели, которые за ним смотрели, что все уснули, ушли. И ночью они зажигали вот эти свечи и со свечами читали книги. И Сталин дочитался до того, что он не мог нормально стоять на ногах, то есть себя бледным полностью чувствовал, потому что вместо того, чтобы спать, он ночью читал все это. Не может быть глупым человек, который много читает. А тем более многие такие вещи, а тем более человек, который вот так вот смог Троцкого убрать из власти. Очень толково, очень хитро, можно сказать. То есть хитрость это признак ума. И если Сталин, Троцкий говорит, что Сталин глупый, но хитрый. Вот нет, хитрым человек, если Сталин уж хитрый, то он значит и умный. Это два понятия связанные. Не может быть человек дураком, но при этом хитрый. Нет, тогда его вся хитрость будет выглядеть белыми нитками, глупостью полной. А Сталин, по Троцкому получается, хитрый человек, значит умный. Сталин был умным, хотя Троцкий везде его оскорблял по поводу интеллекта. Потом, вот мы видим, again, I'm speaking about this, Троцкий speaks about Stalin, that he's actually dumb, that he's stupid. But actually, what Stalin did in order to remove Троцкий from power? He actually, in the Necrologue, when Lenin died, and that in the newspaper that speaks about that Lenin has died, what Stalin did, he's collected every bad citate, which Троцкий spoke badly about Lenin, and he published that in this newspaper. So, that was a smart move of a politic to remove his rival. And this is a show, he is tricky. Yeah, Stalin is tricky. But the trickery is the, like, the trait of the smart person. Stalin was genius, and he was smart. He was another way. He was not that, like, kind of speaking German, speaking English, speaking French. He was never in other countries. But he was reading a lot, because his childhood, this is, again, written by Троцкий, was in the, like, church school, when he lived a full day in that school. So, he would be a priest in future. And in that school, when everybody got to sleep, they took the candles, lighted them, and in the night read books about socialism and communism. And Stalin was reading so much, that he even, like, was ill, because of a lack of sleepery, like that. So, that's, again, written in the Trotsky's book compared to Stalin. Следующее, что говорит Троцкий о Сталине, что Сталин был некрасивым уродом, что у него там какие-то генетические мутации, что он вообще какой-то, ну, такой, ну, урод из уродов, да. Хотя мы смотрим вот его фотографии, поздние, даже не юные, все это, нормальное лицо. Обычный человек. Мы не скажем, что он какой-то фотомодельной внешности, все это, но обычный человек. So, another thing that Trotsky actually written in his book about Stalin, that Stalin is looking so awful, he has genetic mutations, he has problems, etc., etc., that he's so ill, he's so genetic, that he's so horrifying. But actually, when we see the pictures of Stalin, he's a normal person. No, he's not like a model, but he's okay, he's normal. For his age, for, we are not taking his young photos when he was better. But these photos of him old, he's okay, he's normal person. So, ну, блин, вот еще такой штрих, то есть, понимаете, и упоминать какие-то медицинские проблемы, что там у человека есть какая-то медицинская проблема, прочие вещи, ну, это ведь подло. Какая медицинская проблема имеет отношение, вот даже если у него там обветренное от оспы лицо, как говорил Trotsky, да, какое отношение оспа имеет к тому, что, как Сталин управляет? Или что у него было там два сросшихся пальца каких-то? Какие, хорошо, два сросшихся пальца? Допустим, представим, у Сталина два сросшихся пальца. Как это влияет на его управление страной? Никак. Ну, точно так же, Рузвельт был инвалидом и был прекрасным президентом для США. Для США. Вот. Как оно так получилось? То есть, вот эти болезни, они никак не влияют. Но Trotsky, вот это, понимаете, вот лишь бы очернить, сделать такую вот пакость. And I'm speaking, like, Trotsky mentioned about, like, genetic illnesses, problem of fingers, like, this is the diseases that not influences any possibility to rule. And you know that Roosevelt, the president of USA, he has also problems, he was an invalid person. But he ruled the country nicely. So, those medical problems that Trotsky speaks about Stalin, they do not influence at all his ability to govern. So, that was just showing how Trotsky actually hates Stalin. And that's awful. И это просто ужасно, просто ужасно. Поэтому Сталин, он был очень трудолюбив, и Сталин занимался очень много культурой. Вот, четко можно увидеть, что Сталин, вот, все его театральные постановки, развитие кино в Советском Союзе, которое шло непосредственно под курированием товарища Сталина, его, вот, эти выступления, там, разные, когда множество спортсменов собирали, вот, все это наследие этих выступлений можно в КНДР увидеть, вот, там, большие такие, когда люди собираются, и там, разный балет он называется какой-то, там, северокорейский, да, когда, там, сто тысяч людей собираются, и разные показывают, там, фигуры, построения, прочие вещи. Это все закладывал товарищ Сталин. И скажите, может ли такую культуру создать, вот, и так внимательно относиться к культуре и архитектуру столь красивую, человеку, у которого нету вкуса, который просто какой-то дурачок? Все это нет, конечно же. Конечно же, Сталин был умным человеком, вот, конечно, он был жестким. Он, это не тот человек, с которым можно там поцеремониться или как-то так все это, он очень жестким был и очень требовательным, вот, под ним было сложно многим людям, потому что, ну, под его управлением, потому что он, ну, некоторые работали покруглосуточно на заводах, и все это, он ценил вот таких трудоголиков. Ему очень нравились люди-трудоголики, и он старался всех сделать трудоголиками. Но даже в кино, если вы посмотрите сталинские фильмы и тема, там мне очень понравился эпизод, лежат муж с девушкой, ну, мужчина и девушка вместе, да, и девушка там его пытается соблазнить, там, что-то такое на эту тему, а муж такой сидит и думает, как мы на заводе увеличим производство этого самого стали в таком духе. И вот Сталин как раз многие произведения критиковал, что недостаточно там, там слишком много личного, люди мало думают об общем, о стране, о том, как помочь стране производство нарастить и прочие вещи. Это были конкретно темы Сталина. А песни какие сталинского периода, да, там, где мы рек можем изменить маршрут, здравствуй, товарищ труд, вот, и звезды наши алые сверкают небывалые над всеми странами осуществленную мечтой. Гербс, гимн сталинский тоже. Сталин очень много определял внимания к культуре, вот, и многие вещи, которые Сталин делал, они правильны. Конечно, как и у любого человека, у него были и ошибки, и перегибы, к сожалению, были, вот. Но, тем не менее, это очень умный человек, даже гениальный, вот, и, ну, он явно был верен ленинским принципам. Кстати, еще интересный момент. Троцкий все время пытается примазаться, что он ленинец, вот, а Сталин нет. Но на самом деле, ну, Сталин, а, вот, за что Троцкий критиковал Сталина, что Сталин не может придумать своих идей. Кстати, another point of criticism, uh, by Троцкий, to Сталин, that, uh, Сталин, actually, cannot, uh, uh, like, invent his own ideas, and, uh, this is, like, the showing of his stupidity, and he, uh, and Троцкий always speaks about that Троцкий, actually, was the true Leninist. Uh, but, in his memoirs, Троцкий, definitely, shows, that, uh, many times, he contradicts Lenin. And, uh, actually, what, what I can say, that, but, uh, Троцкий has his own opinion, and he, uh, so, time to time, he was allied with Lenin, uh, he definitely get, get, get a good relations with Lenin, uh, he coordinated his, uh, actions with Lenin, that's, uh, that, definitely, but, time to time, they had different opinion, and that's okay for smart persons, uh, so, Троцкий had his own position, while, Сталин, uh, in that questions, all, always followed, uh, what Lenin told, and he was always on the side of Lenin, and he always supported the Lenin ideas. The other way, that when Lenin was ill, uh, actually, and then returned back to govern, he, uh, saw what Stalin was doing, and he said, uh, hey, Stalin, you're doing not that's the right thing, you're doing wrong thing. Uh, so, when, uh, Stalin had no direct orders from Lenin, yeah, he improvised, and that was different from what, uh, uh, Lenin wanted to do. But, when Lenin was in charge, Stalin always done what Lenin was telling. Uh, so, he executed that stuff. And, uh, yes, Stalin can not, uh, like, create his own ideas and theories and other stuff, and, uh, while Trotsky could do that. But, uh, actually, not that many, but he can, uh, could do that. Uh, v общем-то, и, получается, у Сталина практический ум был, то есть он нацеленный на решение практических задач, какой будет практический результат. Он не был так силен в теории, как Троцкий. И Сталин выступал похуже, чем Троцкий. У него было нормальное выступление. То есть Троцкий его унижает, что Сталин вообще, он ничего не может двух слов сказать, все это. Но если вы послушаете речи Сталина, Сталин разговаривает нормально. Но это, конечно, не пример, там, мирового речи, как там Цезарь говорил, или как говорил Наполеон, да. То есть, с точки зрения оратора, Сталин слабее выступал, чем Троцкий. Но это выступления были вполне нормальные, вполне, ну, нормальные. То есть это не так, что Троцкий говорит, ой, да он вообще при двух слов не может сказать. Нет, он нормально говорил вот все это. Просто это не такие зажигающие речи, и не такие, чтобы, прямо, знаете, в аналы истории войти. Поэтому, ну, таким образом. И вот теорию, конечно, обосновать Сталин, ну, ему было сложно. А вот практические вопросы Сталин конкретно решал, и он занимался этим очень наглядно и очень качественно. Что еще стоит сказать по конфликту? А, Троцкий в своих мемуарах постоянно говорит, что он с Лениным, он предугадывал мысли Ленина, он вообще, он такой, как Ленин, он верный продолжатель Ленина. Но в этих же мемуарах Троцкий регулярно указывает, что по многим вопросам у него была своя точка зрения. В каких-то моментах он прислушивался потом к Ленину, в каких-то моментах Ленин менял точку зрения и принимал точку зрения Троцкого. Это нормальное взаимоотношение между умными людьми, у которых свои головы на плечах, и каждый думает и предлагает свои идеи. Иногда такое бывает, что разные концепции, разные подходы, и тут уже кто будет прав, кто свою точку зрения воплотит. Поэтому такое. У Сталина другой подход. Сталин всегда слушал, что говорит Ленин, и выполнял то, что говорит Ленин. Многие сталинские действия, которые были уже после смерти Ленина, это были продолжение и выполнение слов Ленина. Вот таким вот образом. Но был период, когда Ленин первый раз заболел, его удар хватило, а потом он восстановился. И когда Ленин восстановился и начал смотреть, что же начало делать Советское бюро без его участия, в том числе Сталин уже был ближе к власти, фактически третьим, наверное, лицом в стране, хотя там, может, четвертым, где-то в пятерке наиболее известных коммунистов Советского Союза. И он, Сталин, Ленин, начал критиковать. То есть без непосредственного руководства Ленина Сталин начинал больше делать другие вещи, не так, как бы делал бы Ленин. Но при этом, как только получал правильные указания Ленина, он четко действовал по указаниям Ленина. Вот кинематограф развивал он по указанию Ленина. Потом, в том числе, репрессии, которые он проводил и прочие вещи, он делал так, как это указывал в свое время Ленин. Поэтому, на самом деле, Сталин гораздо ближе к Ленину, чем Троцкий. А Троцкий, я не могу его упрекать в том, что он, типа, свою позицию имеет. Это был умный человек, который умел отстаивать свою собственную позицию. В части вопросов он соглашался с Лениным, в части он расходился с Лениным. Поэтому по-разному были вопросы. Да и Сталин сам тоже время от времени регулярно расходился с Лениным. То есть были позиции, в которых Сталин шел против позиции Ленина. И в том числе против позиции Троцкого. Это знак умных людей. Умные люди вырабатывают свои собственные решения и могут действовать по-другому. Поэтому в этом плане, знаете, у каждого была своя голова на плечах. Троцкий более ярко выступал самостоятельно. Сталин точно так же выступал. И говорить, что Сталин это Ленинец или Троцкий это Ленинец, это неправильно. Это уже самостоятельные политики, у которых свои собственные видения есть. И как Троцкий выполнял какие-то вещи и согласен был с Лениным, так и Сталин был в многих вопросах согласен с Лениным. Но были и те вопросы, где и Сталин, и Троцкий по-другому относились к вопросам, чем к Ленину. И Ленин тоже не всегда был прав. Он тоже время от времени ошибался. Но это гениально. Просто, понимаете, с Веста гениев они ошибаются гораздо меньше, чем другие люди. И гораздо чаще они правы. Поэтому, ну вот такое. Это общение умных людей. Поэтому интересно так смотреть. Дальше мы поговорим про жестокость Сталина. Об этом вопросе коснемся. Следующий вопрос мы поговорим о страсти Сталина. Но, before of that, мы поговорим о том, кто был настоящий Ленин, Сталин или Троцкий. Потому что Троцкий, в его мемуаре, всегда говорит, что он настоящий Ленин, что он follows Ленин. Но в его мемуаре, он также говорит, что, в многих временах, его point-of-view была другая, чем Ленин. И что он был настоящий Ленин, который был настоящий Ленин. что в многих случаях, что Сталин сделал то, что Ленин сказал. Но в таком случае, Сталин сделал то, что не было Ленин предоставлено. В общем, Сталин был в свою сторону. В некоторых случаях, он согласен с Ленин и следует в Ленин. Но в других случаях, он был в своем уме и следил в своем Сталинской линии. Так вот, как это было, я надеюсь, что вы понимаете. В том, что Троцкий говорит о Сталинской линии, мы также поговорим о том. Это очень редкое видео Троцкого в цвете. Говорим по жестокости Сталина. Если бы Троцкий постоянно говорит в своих книгах, что Сталин такой жестокий, жестокий, кровожадный чуть ли. Но на самом деле, каким образом? Когда Троцкого сместили с власти, он оставался в Москве. Затем Троцкий начал выступать и пытаться убрать правительство Сталина. При этом самому не приходя к власти. Он не хотел приходить к власти, но ему не нравился лично Сталин. Он хотел убрать Сталина. И начал массовые протесты пошли. Троцкий их возглавлял. И, собственно, потом Троцкого сослали. Потом Троцкого выслали за границу. И только в 39-м году, по-моему, его таки убили. То есть, спустя сколько? Когда начались? В 32-м? Ну, почти 10 лет прошло. А какого года Троцкого убили? Сейчас посмотрим. Ага. Посмотрел. Троцкого убили в 40-м году. То есть, спустя 10 лет, как началась борьба со Сталином. Если бы Сталин был реально кровожадный, он бы в первый момент, как только начал бороться за власть, так же пришил бы, закопал бы Троцкого и все. Ну, то есть, если бы он был реально кровожадный. На самом деле, Сталин испытывал уважение к Троцкому за Октябрьскую революцию и за многие вещи. Но Троцкий ненавидел Сталина и постоянно нападал на Сталина, постоянно подрывал власть Сталина. Ну, Сталин не мог этого терпеть. Вот. И вначале пытались просто снять его с постов. Потом он начал поднимать вот эти митинги. Его сослали в Алмату. Он там начинал действовать все это. Его выслали за границу. И спустя 10 лет его только убили. Да, спустя уже множество книг и пакостей, которые он понаписывал. Причем абсолютные лжи. Это говорит о том, что, ну, на самом деле, товарищ Сталин не хотел вот так вот кровожадно всех валить, мочить и прочие вещи. Скорее всего, это было вынужденное обстоятельство для Сталина. Вот. И, к сожалению, вот такая вот трагедия произошла. Если бы Троцкий молчал, если бы Троцкий не начал вот это... Да ладно, он бы говорил просто правду, что там Сталин, допустим, поступил подло. Да, вот, кстати, редкий кадр, когда Троцкий во главе, а Сталин стоит на окраине. Так вот. На трибуне, да. То есть, если бы Троцкий просто успокоился себе, писал бы книжки или не поднимал бы народ на митинг, он бы себе дальше спокойно жил. Но Троцкий продолжал вот эту всю истерию, продолжал нагнетать ситуацию и как бы перевернуть власть пытался. Ну, вот и поплатился за это, к сожалению. При этом сам он не хотел брать власть. Он хотел, ну, получается, если бы он продолжал делать то, что делает, то получился бы новый виток хаоса в стране. И кажется странным, да, что Троцкий контрреволюционер, потому что он именно создал революцию, да. Но, скажем так, что Троцкий не стабилизировал бы ситуацию в стране и привел бы к новым волнениям и к новому витку неспокойства в стране и экономических проблем, к сожалению. Вот. Поэтому, ну, вот такая вот проблема вышла. Я говорю о том, что Троцкий всегда показал, что Сталин был так груди и он хочет делать все груди. Если Сталин был так груди, если он был так груди, он executed Троцкий прямо когда он был в силу, как в начале 30-х, а не в 40-х. Так что, а здесь, что Сталин сделал, то что, то что, то что, то что Сталин сделал. что, то 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 что Сталин украл брака по香港, и он был добрым. Тогда, когда Троцкий tried, например, на эфире в ручке, где С Троцкий приносил его в Москве. Сталин прикосил его, и отправил его до Алмати, чтобы помнить ему шпифрови от Москвы. Так что, что, то он был твн, но с тем, что Троцкий снова и тоже продолжал обновать. Сталин proposed, что коварку экстривистов был такой, Мы запретим тебя тыrel. This shows that actually Stalin did not want to kill Trotsky and he was not that bloody murderer as many people say and portraits, especially the capitalists who lie about Comrade Stalin a lot. So, what actually happened is that Trotsky wanted another level of civil unrest in Soviet Union and Stalin stopped that. And if Trotsky did not continue to start another civil unrest, he would be okay, but he wanted to raise another civil unrest and he also lied a lot about Stalin. And he did a lot to damage the cause of permanent revolution, of international revolution. So nobody actually made the most worse thanks to the Great World Revolution as the Trotsky himself. And Trotsky, well, that he did not lie about Stalin, and he constantly started to move on to the border, so he would have been 10 years after him. If Stalin would have been killed by him, he would have been killed by him. If he would have been killed by him, he would have been killed by him. If he would have been killed by him. Well, he had been killed by him. He would have been killed by him. And then he would have been killed by him in the war as a charged man. And we did not get him on arrest for him. And in order to be killed by him, he would have been killed by him. So he would have been killed by him by him. And, you know, as a story of Stalin, I would think they would have made him back to him. писал в биографии, Сталин равнялся на героя Кобу. Это было один из произведений грузинской литературы. Ему очень нравился, то есть даже Сталин использовал псевдоним Коба, ему очень нравился этот герой. Сталин мечтал и хотел быть героем. И уж точно никого не репрессировать, не убивать своих ближайших соратников и прочие-прочие вещи. К сожалению, власти на ведение порядка в стране потребовали данных действий и я не представляю, как Сталин в последние годы своей жизни жил с таким грузом на своих плечах. И, наверное, я думаю, ему было достаточно тяжело. Ну, а Троцкому уже не было тяжело, к сожалению, его убили. Очень трагичная ситуация отношений. Знаете, это как история о Ромео и Джульетте, трагедия, так и история о товарище Сталине и Троцком. Это тоже большая трагедия. Я говорю о том, что если Сталин был очень груди и хотел убить всех, то он убил Троцком сразу после того, чтобы он был уничтожен от силы. И не ждал 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 лет. И, наверное, пытался плотать риот в СССР. И уничтожил репутацию США, Коммунистом и Сталин. Это было вообще то, что Троцком. И Троцком. И его действия Троцком. И его действия имеет больше полезного в его рамках, по сути, по поводу ПРОМНЕНТО РЕВОЛУТИНО. И ПРОЛДВИДЕРОВЛУТИНО. Какой-то неудобный, потому что он уничтожил репутацию из Коммунистов, Троцком. Тротски wrote in his book about Stalin that Stalin was trying to be the same hero as Коба, this was a hero from the Georgia literature, and Stalin always wanted to be that kind of hero. And I think for Stalin that was hard to do what he was needed to do in order to stabilize the Soviet Union, to win and to prosper in the country. So, I think that Stalin did not want to do many things that he was forced by the obstacles to do in order to stay alive, to remain in power and to make the Soviet Union a prosperous country. That's point of view. And now let's speak about China. Ну, а теперь поговорим о Китае. Значит, на самом деле политика Китая и Советского Союза существенно отличалась и отличается. Китай в основу свою поставил сталинские позиции по построению социализма в отдельно взятой стране. Вот почему Китай не пытается в разных уголках мира устроить коммунистические революции, новые коммунистические государства. Потому что они следуют политике Сталина, построение социализма в отдельно взятой стране. Теперь, почему при Сталине Советский Союз сам не следовал этому же принципу построения социализма в отдельно взятой стране? А потому что было большое количество троцкистов, которые продолжали идею мировой революции. И одним из выдающихся троцкистов, последователей Троцкого был, конечно же, генеральный секретарь Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев, который продолжал многие постулаты и линии товарища Троцкого. Поэтому мы видим, что троцкисты в Советском Союзе имели сильные позиции и во многом они решали по поводу внешней политики Советского Союза. А вот уже Китай, он взял чисто сталинскую политику и использовал сталинскую политику. Троцкого политику они совершенно не учитывали. Хотя, на самом деле, когда был 30-е годы, когда Троцкий еще был у власти и Сталин был у власти, Ленина уже не было. Собственно, Троцкий поддерживал компартию Китая и хотел, чтобы компартия Китая была отдельно, не сливалась с Гоминьданом. Это националистическая была партия в Китае, когда началась гражданская война в Китае. Она очень долго длилась, почти два десятилетия. И вот Троцкий был за то, чтобы компартия была отдельной, за то, чтобы компартия Китая восставала, не соединялась с Гоминьданом. А потом Гоминьдан многих коммунистов убил. А вот Сталин как раз выступал за слияние с Гоминьданом и из-за этого многие коммунисты были убиты Гоминьданом и китайскими националистами. Вот такая вот штука интересная получается. Но, тем не менее, в основе китайской политики стоят именно сталинские постулаты. И поэтому Китай старается почти не вмешиваться в международные дела, минимально воевать. И его интересует только его сфера влияния. То есть это азиатский регион. Ну, сейчас больше в Африку проникает. Ну и снова мы не видим возникновения коммунистических государств, которые являются марионетками Китая. Как обычно, марионетками США или марионетками Советского Союза новые страны вставали. У Китая самостоятельная политика и у него есть свои союзники страны. Это Северная Корея, это Китай, это Вьетнам, это Лаос. Вот это коммунистические страны. С Кубой даже Китай так сильно не сотрудничает. Хотя там коммунистические режимы, Китаю было бы выгодно иметь рычаг на США таким образом. Но даже в африканских странах, где Китаю влияние очень сильно, не возникают новые коммунистические государства. Потому что Китай выполняет политику Сталина. Коммунизм в отдельно взятой стране. So, I'm speaking that China actually continues the Stalin policy about building communism in one state. And this is different from what the Soviet Union was, though Stalin was ruling over the Soviet Union. But because there was a strong position of Trotskyists inside the Soviet Union, the Soviet Union actually followed the policy of Trotsky. And he invaded in other countries, he tried to liberate other countries and build communist regimes over the air. And over communist governments. And the famous follower of Trotsky in the Soviet Union was the General Secretary Nikita Khrushchev. He continued the line and the positions of Trotsky in the Soviet Union. So, that's true development. While China actually continues the policy of Stalin, of building socialism and communism in a single state. And it's like satellites. I'm speaking about Korea and Vietnam and Laos. The China do not seriously cooperate even with the communist Cuba. But, like, though the economical influence on Africa, China's economical influence on Africa is very strong. But we do not see appearance of new communist states like the Soviet Union was doing. The China approach is different. It is because they follow more the Stalin line of building communism and socialism in their own country. And, actually, that's kind of interesting because Stalin, when Lenin died, and there was a rivalry in power between Trotsky and Stalin. So, Stalin actually proposed communists of China to cooperate with the Gamindan, with the nationalists of China. And, actually, that led to bloodshed, in which many of communists of China actually was killed. But Trotsky, actually, in that period, he was, for the communist party, being independent from Gamindan. And, like, communist party of China, taking in power and creating Soviets in China in the beginning of the 30s. So, that's interesting. But, in the meanwhile, the China selected the Stalin policy and its basis. So, this is some words about China, modern China, and the Stalin and Trotsky conflict. I hope you will write down what you're thinking about that. And, I can create, if you donate some monies and etc. I can actually create for you the video about what was happening in the Soviet Union in the 80s. There was no economical, like, fall or something like that that is showing by Western Propaganda. That's lies of Western Propaganda. And, based on the archived documents, I can prove that. So, if you are interested, you can write down and support me. So, like, you can support me, you can support me, you can do it for what I do. And, собственно, I can prepare material on the archived documents about the 80s of the Soviet Union, what happened in the economy. There was a lie about the degradation of the economy and other things. Real problems began with the перестройщikers, when they specifically, as soon as they started to turn on the economy. And, in other words, everything worked well, even despite the control of Brezhnev, which ничего not modernized, and continued to operate in the same direction. But, even in this case, the Soviet Union would continue to exist, and provide very good results. And, in other words, I can't remember the time, and the European Union, which was the first country in the world. But, the revolution, which, well, in the same way, it was a economic revolution, and, to say, the Gorbachev's political revolution, which he called as well as well as well as well. So, as the show up, I will show you the photo of this archive document. на dallaщиванию производства и создание новых образцов продовольственных товаров народного потребления на 89-95 годах, ну и вот тут вот давайте перевернем сюда, смотрите, раздел 3. Новые виды бытовой техники. За данными программы на 89-95 годах предусмотрена разработка серийное освоение новых видов сложной бытовой техники, в том числе ранее не воспускавшейся стране, будет освоено производство новых моделей автоматических и полуавтоматических стиральных машин, универсальных кухонных комбайнов, кофеварок, электро-кофемолок, электрочайников, электроутюгов и других бытовых приборов. То есть это я реконструирую образ Советского Союза 2020 года на основе вот таких архивных документов. У меня их много, я ищу еще больше, вот и собираю и фото, и видеоматериалы. И у меня на самом деле есть группа, куда вы можете зайти и посмотреть реконструкцию. Вот собственно у меня реконструкция Советского Союза на период 95-2020 год. Вот например на основе реальных фотографий, проектов, образ Советского Союза в 95 году, как он выглядит. Это основано на архивных документах, на отмененных проектах и многих других. Все это собирается вместе и вот создается такой единый образ настоящего Советского Союза. То есть это научный подход. Самые последние упоминания, какие я встречал, то есть были 20-летние планы для стран Варшавского договора, экономической советы, экономической взаимопомощи СССР и для Советского Союза. Уже в 80-х годах пошли 20-летние планы. То есть все помнят только 5-летние, но были и 20-летние планы. И самые даты, которые я видел, самые далекие в Советских документах были, это 2015 год. Да, многие знают, что 5-летние планы для Советского Союза, но не многие знают, что существует 20-летние планы для экономической взаимопомощи СССР. И на самом деле, что я увидел в Советском Союзе, это 2015 год. И это коллекция проектов, как и другие вещи, и другие вещи, С descrição по том, как бы грузовunes СССР в мире, в 2000-летние планы. То есть, да, это многие игры, которые делали рост, как азербург-то, как, как-то обработка, которые использовали в lure ПТЕРНОБЛ, и так далее. И это спейс-программ, например, оставляющие американские, которые связаны с буран-суurgи, построить на спace station. Так что были интересные проекты там. Как сов. МАРС-Ровер, и оборудование второго мир спace station. Были 2, Буран и Буран. Это было очень интересно, и это действительно действительно от того, что мы имеем в реальность. В общем-то, реконструкция очень точная, то есть и тут у вас и космонавтика у меня реконструирована, то есть советские марсоходы, проекты по Бурану, например, встреча двух Буранов на орбите, встреча шаттла и Бурана на орбите, как это была программа «Союз Аполлон», совместные полеты, соображение станции «Мир-1», эвакуация поврежденного блока с «Первого мира», перестыковка, пересборка модулей «Мир-1» на «Мир-2», там много было интересных таких вещей, и это бы выглядело, конечно, совсем иначе, чем то, что мы получили. И все это документально, понимаете, подтверждено. Я даже ухудшал, я делал хуже, чем записано в документах и в планах, чтобы, ну, потому что, блин, да и так это, в принципе, смотрится очень фантастически, да, для людей. Вот машины, смотрите, это вот так выглядел простой быт уже в 2000-х годах, да, я уже не говорю про современность. Советский Союз полностью реконструирован, понимаете, полностью реконструирован. So, this is the Soviet Union of the 2000s, and it is fully reconstructed, you see, the aviation, the transport, vehicles, buildings, like, everything is reconstructed with the document precision. Поэтому вот оно так, реконструируем. Войска, military is also like, reconstructed. So, for example, this is like a MiG-35, the new stealth interceptor created in the Soviet Union in the 2000s. Вот, например, MiG-35, это продолжение линейки MiG-25, MiG-31, то есть высокоскоростной перехватчик уже с технологией stealth, который, ну, то есть, Советский Союз пошел бы в другую стезю, он бы отличался бы от того, что развивается в Российской Федерации, да. Ну, вот, сельское хозяйство, пожалуйста, вам, то есть, реконструировано, ну, очень детально. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, ну, и за вот эту всю работу, это колоссальная работа много лет, которую я делаю, вот, я бы, я с удовольствием приму вашу благодарность, вот, в виде денег, в виде даже готов принять, если у вас есть советские, допустим, там остались автоматические стиралки, компьютеры, микроволновки, а это все производилось в Советском Союзе. С удовольствием приму, вот, и готов реконструировать Советский Союз даже в виде, вот, квартиры конкретной, да. Поэтому, таким образом, надеюсь, вам понравился этот выпуск и до следующих эпизодов. Задавайте свои вопросы, пишите предложения, комментарии и благодарности выражайте в материальной сфере. So, okay, this is all for today. Write down your questions, your comments and support my movement of reconstruction of Soviet Union with material aid. So, by the way, I have the reconstruction of how this Soviet USA would look like. Maybe you would be interested in that. Кстати, у меня же есть реконструкция того, как бы, как может выглядеть социалистические США. То есть, вот, если социализм победит в США, как бы они выглядели, как бы страна смотрелась. Причем, в 80-е годы у меня реконструировались. So, yeah, I have the reconstruction, actually, of the socialist United States of the 80s, how it would look like. If you are interested, support, and we will see that. So, live long and prosper on the revolution and the victory. Только революция, только победа и до следующего эпизода.